Ой! Закройте дверь! И уберите отсюда маленьких детей! А руки положите так, чтобы я их видел! Ну же! Сегодня я расскажу вам о радостном и приятном занятии Таком карманном счастье для каждого человека О способе доставить себе удовольствие где угодно И когда угодно, кстати При этом требуется лишь одно подручное средство Вы заинтригованы? Прекрасно? Неизвестно, кому принадлежит патент на это занятие Но аторское право на название Закреплено за неким библейским ананом Второй сын Иуды Который, согласно традиции, должен взять в жены вдову старшего брата И оплодотворить ее Но малый ушлый и уклоняется от своих обязанностей Изливая семя, правильно, на землю Ошибочно понимают, что он самоудовлетворялся На самом деле, он просто не кончал в Тамару Понимаете, зачем? Им и так было хорошо За это, кстати, пришлось захватить жизнью Говорят, что 98% мужчин занимаются анонизмом А 2% просто об этом не признаются Но вы понимаете, почему Но на самом деле, правда, куда серьезнее Не только мужчины, но вообще все половозрелые люди Чаще или реже, но занимаются мастурбацией Да-да Это статистика Это наша природа От которой, как ни вертите, не укрыться Все человечество Пардон Правда, это немного меняет представление о нашем серьезном мире И все эти мрачные люди вокруг И дума, и президент Хотя у президента, наверное, на это нет времени Ну, вот теперь вы знаете, что у вас общего с Наполеоном, Сократом, Гитлером, президентом? В Древнем Египте, кстати, фараоны совершали церемониальное семяизвержение в Нил У греков с этим вообще проблем не было Их считалось нормой, не говоря уже об Индии и Китае, где этот процесс чуть ли не обожествлялся В просвещенной Европе 18 века были популярные брошюры, рассказывающие, что анонизм приводит к слепоте, эпилепсии, росту волос на ладонях, гонореи, к потере умственных способностей Но при этом, даю голову на отсечение, мастурбировали все! У кого были руки? Нет, были, конечно, отщепенцы Ну, вроде Канда Которые считали анонизм грехом более страшным, чем самоубийство Но мы-то с вами в наше время прекрасно понимаем, что к чему Или я не прав? Сегодня одни говорят, что частая мастурбация позволяет предотвратить развитие рака предстательной железы Другие находят зависимость между этим актом со смертностью от коронарной болезни сердца Третьи говорят, что активно анонизм еще и меньше страдают перепадом кровяного давления Четвертые, что рукоблудие ослабляет потенцию Пятые, что способствуют удалению из половых путей старой спермы с низкой подвижностью И пока же развиваются эти споры и баталии, мир увлечен на что делает Правильно Дрочит А где сейчас ваши руки, кстати?